Число и цифра 2. Знаки плюс, минус, равно. Познакомимся с числом и цифрой 2 со знаками плюс, минус и равно. Узнаем, как получить число 2, как правильно писать цифру 2 и знаки плюс, минус и равно. Но. Ёжик собирал себе на зиму запаса. Помогите ёжику сложить в корзинку все предметы, в которых спряталось число 2. Положим малинку в корзинку. Да, там спряталось число 2. А шишки? Нет. Яблоки будем класть в корзинку? Конечно. А груши? Да, их 2. Что еще можно положить в корзинку? Две вишенки. А вот жёлудь? Нет, жёлудь один. Его не будем класть в корзинку. Вы помогли ёжику. Молодцы! Посмотрите на рисунок. Мы видим, что есть по 2 одинаковых предмета. Два одинаковых предмета можно назвать пара. Пара рукавиц, пара лыж, пара носков, пара коньков, пара валенок. Всех предметов по 2. В этих предметах спряталось число 2. А как сделать число 2 видимым? Чтобы числа стали видимыми, люди придумали цифры. В математике два предмета можно обозначить числом 2, а записать с помощью цифры 2. Число считаем и слышим, цифру видим и пишем. Посмотрите внимательно. Сколько предметов на каждой картинке? Сколько колец на палочке пирамидки? Как получили два кольца? К одному добавили ещё одно. Посмотрите на кустики земляники. Сколько цветов у кустика земляники? Два. Сколько ягод? Две. Обратите внимание, как выглядит печатная и письменная цифры 2. Читаем слово 2. Посмотрите, где место числа 2 на числовой прямой. При счёте мы называем число 2 после числа 1. Двигаемся по синей стрелке. 1, 2. В обратном порядке двигаемся по красной стрелке. 2, 1. Где мы можем встретить цифру 2 в жизни? Посмотрите на картинки. На календаре 2 декабря. Две копейки. Номер автобуса 2. А сколько времени на часах? Кто из вас знает? Правильно, на часах 2 часа. Научимся писать цифру 2. Начинаем писать немного ниже середины верхней стороны клетки. Ведём линию вверх, закругляя в правом верхнем углу клетки. Затем ведём линию вниз к середине нижней стороны клетки. Вдоль нижней стороны клетки пишем волнистую линию, ведя руку к правому нижнему углу клетки. Для закрепления выполним задание 1 в рабочей тетради на странице 12. Пропишем по образцу цифру 2. Сначала обведем по точечкам, а потом самостоятельно. Поставьте видеоурок на паузу и работайте аккуратно. Давайте подумаем, как можно получить число 2. Был один цыпленок, прибежал еще один. Когда к одному числу добавляют еще одно число, то в математике используют знак плюс. Читаем. 1 плюс 1. Сколько стало цыплят? Правильно, 2 цыпленка. Сколько было утят? 2. Что произошло? 1 улетел. Количество утят уменьшилось. Между числами ставим знак минус. Читаем. 2 минус 1. Сколько стало утят? 1. Сколько цыплят на третьей картинке? Сколько утят? Что можно сказать про их количество? Одинаково. Столько же. Знак равно говорит нам, что цыплят столько же, сколько и утят. То есть количество цыплят равно количеству утят. Читаем. 1 равно 1. Заселяем домик. Запомни. 2 это 1 и 1. Повтори со мной. 2 это 1 и 1. Обратим внимание на числовой ряд. Посмотрим на движение от числа 1 к числу 2. И в обратном порядке. 1 прибавить 1 равно 2. 2 вычесть 1 равно 1. Для закрепления выполним в тетради на странице 12 задание 2. Раскрасьте желтым карандашом карточку с цифрой 1 или цифрой 2, на которой обозначено количество предметов на рисунке. Поставьте видео урок на паузу и работайте самостоятельно. Надеюсь, у вас все получилось правильно.